Бороться с незаконной рекламой в Самаре станет легче. Законопроект, который приняли сегодня в губернской думе, значительно упрощает контроль за нарушкой и передает эти полномочия в город. Теперь быстрее можно получить не только разрешение на установку счета, но и на его демонтаж, если владелец нарушил закон. Я думаю, есть смысл дальше смотреть и изучать возможность передачи этих полномочий на уровень внутригородских районов, потому что именно там должны определять, каким образом развивать район, какая реклама должна быть. Еще один законопроект, который сегодня получил одобрение депутатов, наведет порядок в платежах за ЖКХ. Единый информационно-расчетный центр, сокращенно ЕРЦ, теперь напрямую будет подчиняться городским властям. Это позволит избежать долгов перед поставщиками воды, тепла и электричества. Деньги жителей будут поступать не на счета управляющих компаний, а аккумулироваться в муниципальном учреждении и уже оттуда поступать напрямую ресурсоснабжающим организациям. Город принял решение о том, что им этот механизм необходим для наведения порядка в платежной системе. Для жителей это, естественно, вопрос прозрачности. Я думаю, что через какое-то время люди увидят и что им стало понятнее, куда деньги уходят. Законотворческая деятельность, отметил спикер Думы Виктор Сазонов, в этом году была очень активная. Принято более полутора-ста законов Самарской области в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса, здравоохранения, инноваций, сельского хозяйства. Кроме того, законодательные инициативы самарских депутатов поддерживаются в Государственной Думе. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.